Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кейм. Мы сегодня снова все на проекте Amazon Holy Play. Это первый сервачок. Все ссылочки, как начать со мной играть, есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но для того, чтобы вам было немножко полегче, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите вот такой вот замечательный промокод, Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. За эти бабки вы сможете себе купить квартиру, машину, одежду и просто с кайфом начать играть на данном проекте. Ну что ж, дамы и господа, в этом ролике мы узнаем, какой все-таки Магнум лучше, новый или старый. Потому что много ходит споров, многие не знают, что выбрать, старый Магнум либо новый, потому что новый якобы едет чуть-чуть быстрее. Сегодня, пацаны, мы это все разберем, посмотрим, проверим. И я надеюсь, что вам понравился такой ролик, потому что это уже третий ролик за неделю, который выходит про дальнобойщики. И если вам эта тема интересна, то покажите это активностью. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, что сначала нужно проверить максимальную скорость данных автомобилей именно без чипа, потому что я эти тачки заспавнил чисто через админочку. То есть эти машины абсолютно стоковые, но они отличаются всего лишь, в принципе, кабиной. Я думаю, вы сами это заметили, то что, как бы, это старый Магнум, а это, получается, новый. Рено-Т. Это не Рено-Магнум, это Рено-Т. Я не знаю, как правильно именно он называется, просто он так записан на мазинге, поэтому я его так, в принципе, и называю. Но для меня это, типа, новый Магнум, для меня это старый Магнум. Вот и все. Я, в принципе, так их различаю. Внешне мне больше все-таки нравится старый Магнум. Я не знаю, какой-то более такой интересный, более старый и более такой, знаете, приятный. Ну что ж, давайте проверим максимальную скорость вот этого автомобиля, вот этого Магнума, старичка такого нашего любимого. Это старичок уже на проекте где-то 3 года, если не больше, я точно не помню. То есть это всеми любимая машина просто, которая реально уже давно, и все на них работали, и будут работать. Реально тачка по кайфу. Без чипа данный автомобиль едет 138 километров в час. Теперь берем другой Магнум, новенький который, и посмотрим, сколько едет он. Как по мне, с места он даже батарея разгоняется немножко. Так, у нас была максималка на старом Магнуме 138, а здесь у нас максималка 143. То есть максималка у этого Магнума на 5 километров больше, чем у старого Магнума. Я еще раз повторяю то, что это сейчас тест происходит без чипа абсолютно на стоковых машинах. Давайте сейчас проверим самую большую проблему на новом Магнуме. А именно то, что с прицепом данный автомобиль не показывает свою максимальную скорость. То есть первым чипом, вот этот Рено Т получается, это лично мой Рено Т, как бы я его недавно себе приобрел. Чисто так для перепродажи, поэтому не обращайте внимания. У меня как бы есть Магнум и я работаю постоянно на нем. Итак, пацаны, самая большая проблема, которую, я думаю, в принципе, все знают, кто работал в этой машине, то, что с прицепом она не выжимает свою максимальную скорость. Я на этой машине, честно, еще даже не работал ни разу, ни одного рейса не отвез. То есть, да, я вижу то, что у нее без прицепа максималка 165. То есть, да, у него максималочка больше, чем у Магнума. У Магнума с первым чипом максималка 158 километров. То есть, сейчас вот этот Рено новенький едет без прицепа на 7 километров больше. Да, это не особо много, но все равно разница, в принципе, есть. С третьим чипом я не знаю, как он будет ехать, но если вы на этом ролике наберете много лайков, то мы, в принципе, это проверим. Итак, у нас есть 4 прицепа. 2 прицепа, которые задействованы на проекте, и 2 прицепа, которые не задействованы на проекте. Давайте проверим прицеп, на котором все работают дальнобойщики, когда берут вот эту фуру и берут рейсы. Им дается вот именно вот этот прицеп, который я сейчас взял. Давайте посмотрим, действительно ли у нас максималка будет меньше, или все-таки это фейк информация. Потому что я лично не проверял, и сейчас при вас мы это проверим. Да, я чувствую то, что ему очень тяжко разгоняться просто с этим прицепом. Реально ему просто очень сложно. Так, интересно, интересно. Так, давайте чуть дальше проедем. Я видел цифру 147, но мне все просто говорили, что он с прицепом едет 145. Это мы уже с горочки поехали, но он очень вяло разгоняется, на самом деле. Так, вот мы выезжаем напрямую, и все, скорость у него начала падать. То есть прицеп реально очень тяжелый, который не дает ему разгоняться просто вообще никак. Видите, он до 130 термайл разгоняется, и потом медленно набирает по одному километру. Сейчас мы возьмем максимально читерский прицеп, который легкий, с которым магнум просто разгоняется очень быстро. То есть, да, он 150, пацаны, едет с прицепом. Вот, по прямой мы пиздячим. Вот, чисто прямая. Вот, 149-150 он едет. И сейчас мы возьмем вот этот читерский прицеп, который максимально легкий. Что-то он все равно вяло едет. Видите, у него как-то жопа сильно приседает. Да, у него жопа просто пиздец реально приседает. Ему просто тяжко. У него на заднюю ось сильно жестко вес идет. И то есть он вообще не хочет ехать. Я честно думал, что вся проблема это в прицепе. Но, как мы видим, проблема именно в задней оси. Или ось, как правильно, я не знаю, короче. Короче, проблема в задних колесах, пацаны. Это именно такая моделька, которая с прицепом ему не дает разогнать максимальную скорость. Потому что от прицепа у него сильно прижимается жопа. То есть это надо либо другую модельку ставить, в принципе, что можно сделать. Только если моделька не будет какая-то баганая, не будет мешать другим врагам. Либо пусть разработчики, либо модпакеры сами фиксят эту фуру. Она не должна так ехать. У нее сильно жопа просто прижимается и пиздец. Она не может просто максималку выжать, потому что ей максимально тяжело. В принципе, пацаны, фура неплохая. Именно за свои деньги, потому что, что вы можете вообще купить? Газоны сейчас очень сильно подорожали. Их продают от 20 миллионов. То есть газон Next продают от 20 миллионов. Как бы, что мы можем еще купить? Volvo либо Evoca. Volvo можно купить там за 5 миллионов. Но, честно, я их особо даже в продаже не вижу. Evoca можно купить там за 10 миллионов. Evoca я тоже в продаже, честно, не видел. Уже очень давно. Где-то месяц я вот играю-играю. И в продаже видел только один раз, что Evoca продавали. Ой, Evoca. Volvo продавали за 5 лямов. Один раз видел. За свои бабки эту машину можно купить. Ну, я эту машину купил за 10 лямов. Честно скажу. Я эту машину купил за 10 миллионов рублей. В полном тюнике просто. Вот, смотрите. Да, у него госка маленькая, потому что это машина с рулетки. То есть, эту тачку можно выиграть в рулетке. Сейчас их продают очень дешево. Там 10-12 миллионов. Я эту машину, конечно, пытаюсь продать за 15 миллионов. За 14. Потому что здесь стоит максимальная тонировка. То есть, 15% нелегальная тонировочка. У этой тачки уже 12 владельцев. То есть, у нее есть баг. У нее, короче, все есть. За эти бабки вы, в принципе, ничего хорошего не купите. Потому что, вольфа вообще уебище. Которая за 5 лямов. И века тоже не особо хорошая фура. Поэтому, за эти деньги лучше вы, в принципе, ничего не купите. Потому что магнум начинается от 16 миллионов. Эту тачку можете купить за 10-12 миллионов. Я считаю, это, в принципе, нормальная фура. Особенно, если вы новичок. И только начинаете работать. Для вас это будет охуенно. А если вы уже будете избалованными магнумом. Особенно магнум с третьим чипом. То, конечно, для вас это будет очень хреновая машина. И вы будете лишь это полное говно. Для новичков, пацаны, просто идеальная тачка. Я считаю. Ну что ж, пацаны. Я взял еще один прицеп. Это последний прицеп, который вообще есть на проекте. Но, повторюсь, то, что этот прицеп не задействован. И вы его нигде не сможете взять. Его можно создать только через админку. Не знаю, почему все говорили, что он едет с прицепом 145. Который именно на работе идет. Потому что я смог разогнаться 150 по прямой. Но, на самом деле, это странно. То, что фура без прицепа едет 165. А с прицепом едет 150. То есть вы теряете реально 15 километров просто. На ровном месте. Пацаны, честно, не знаю. Для меня всегда есть и будет лучше магнум. Но магнум, по сути, дороже. Тем более, вот таких вот машин нету с аудио и с третьим чипом. На первом серваке точно нету. На остальных я не знаю. Но на первом серваке я еще не видел такую машину с третьим чипом и аудио. То есть магнумов вот таких вот. Их очень много. И с тюнингом, и без тюнингом, и с аудио, и с третьим чипом. То есть их реально очень много. Таких машин не особо много. И они сейчас не особо ценятся. Но за свои бабки, если они еще подешевеют. Если их будут продавать там по 8, по 10 миллионов. Я считаю, это будет очень хорошая машина для работы. И я вам бы ее советовал купить. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. По внешке просто напишите, какая вам тачка нравится больше. И какую бы тачку вы хотели себе купить. Я надеюсь, что вам это видео было интересно и полезно. Потому что давно надо было, пацаны, во всем разобраться. Давно надо было решить, какая все-таки машина лучше. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok